О газе на этой неделе вообще много говорилось. Власти Евросоюза, оказавшись перед лицом энергетического кризиса, собрались на экстренный саммит. Пытались понять, что делать с высокими ценами, попутно обвиняя в своих бедах Россию. Хотя многие в ЕС уже понимают, что причину нужно искать в другом месте. Наша страна обязательства по контрактам полностью выполняет. А резкий рост цен – результат политики Брюсселя и действий Вашингтона. России высокая цена на газ самой невыгодна. Об этом Владимир Путин говорил не раз. И если нужно, мы легко можем нарастить поставки. Северный поток-2 уже достроен. Павел Пчелкин с подробностями. Сегодняшние цены на энергоносители – это следствие большой геополитической игры с сильным внешним измерением. Это признание главы внешнеполитического офиса ЕС перед европейским саммитом можно сказать прогресс. Цены на газ в Европе подскочили до заоблачных высот, а миллионы совсем не нищих европейцев получают официальный статус энергетически бедных. Приходится искать, кто в этом по-настоящему виноват. Вероника Дюкен – типичная европейская пенсионерка с не самым плохим пособием. Но и она с ужасом ждет холодов, когда нужно будет платить за отопление. Уже сейчас приходится экономить на все. Чтобы заварить чашку чая, я раньше использовала микроволновку, а теперь заливаю воду в кофеварку. Она потребляет меньше энергии. А вместо того, чтобы принимать ванну каждый день, я моюсь два раза в неделю в душе, а остальные – в раковине. Скоро люди взбунтуются против того, через что им приходится пройти. В ЕС теперь признают, что причина роста цен на газ в Европе совсем не России, на которую кивали прежде. Заметим, что российский газ на европейском рынке – это всего лишь 30% от всего потребляемого ЕС. При этом в дефиците газа в Европе обвиняли только Россию. Если быть совсем откровенным, геополитические игры, которые упомянул Боррель, заключались в том, что в угоду США европейские чиновники и СМИ вставляют палки в колеса Газпрому, лишая европейцев дешевого газа. Газпром ведет себя как рыночный игрок, который заявляет в Европе – у меня готов проект. У меня есть Мерседес. Мерседес заправлен. Он готов вас быстро, недорого и, как вы хотите, доставить в аэропорт. Всего-навсего. А ему говорят – вы знаете, это очень здорово, но наш начальник нам это запрещает. В итоге едут условные европейцы на разбитой колымаге, задорого и неизвестно, доедут ли. Казалось бы, абсурд, но так оно и есть. Хотя бы попытки отказа ЕС от долгосрочных контрактов с поставщиками газа в пользу спотовой, то есть биржевой торговли, сами себя перехитрили. Ну так вот, значит, все начали сводить к споту. А на споте в значительной степени это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов-то нет. Они сокращаются. Результат не заставил себя ждать. Пользуясь дефицитом газа, биржевики взвинтили цены на него до заоблачных высот. Вот это безобразие – это результат работы некомпетентных политиков. Если бы в решении вот таких энергетических задач участвовали специалисты и промышленники, ничего подобного бы не было. Они читали это в учебниках на первом курсе своих институтов, о том, что объемы биржевой торговли не должны быть очень большими. Они не должны превышать 3-5%. Все остальное должно поставляться по рыночным ценам, но по долгосрочным контрактам. И тогда не будет никаких скачков. Россия, по словам Путина, вообще не заинтересована в росте цен на энергоресурсы. Об этом президент заявил на встрече с правительством. По его словам, в итоге это приведет к подражанию всего и вся, в том числе и того, что мы закупаем за границей. И нам такой рост не выгоден. Но судя по тому, что еврочиновники продолжали обвинять в росте цен на газ Россию, им в голову не пришло в чем дело. А формирование цены на газ – оно как закон гравитации. С ним можно спорить, но падать все равно больно. Сегодня по так называемым долгосрочным контрактам, я внимательно прошу, чтобы вы сейчас услышали, внимательно прошу вас слушать и хочу, чтобы вы услышали. Вот 1200-1150 долларов за 1000 кубов. Те европейские компании, которые получают от Газпрома газ по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в 4 раза дешевле. Не на какие-то проценты, в 4 раза. А ведь США убеждали ЕС не покупать газ у России. Дескать, не разделяет она западные ценности и вообще не друг. Взамен предлагали свой сжиженный, в 2-3 раза дороже, но правильный, демократический газ. А вот сейчас, в момент кризиса, США предпочли общим западным ценностям возможность заработать. В Азии, в частности в Китае, и в Латинской Америке готовы платить американцам за газ больше, чем европейцы. Так что газ, на который рассчитывали в Европе, США отправили на более выгодные рынки. Как говорится, по-дружески, без обид. Вот я вспоминаю, знаете, у нас сказка известная есть, русская аудитория известна, когда, значит, один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя, мерзни, мерзни, волчий хвост. Вот если европейцы пойдут по этому пути, то вот они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке. Я думаю, что волк, конечно, это Европейский Союз, который совершил огромное количество глупостей. Леса – это, скорее всего, Соединенные Штаты, которые втянули их в эту историю. Ну, а мы, я думаю, что мы рассказчики, которые предупреждали того же волка о том, что его может ждать. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Эка, сколько рыбы привалило? Их и не вытащить. Ну, прощай, волчок, мне не досуг. 9 миллиардов сняли с европейского рынка и перенаправили их в Латинскую Америку и в Азию. Кстати говоря, вот когда формулировали европейцы принципы, по которым должен формироваться рынок газа в Европе, и говорили о том, что всё на спот надо направлять, значит, они же ведь исходили из того, что это премиальный рынок. А европейский рынок премиальным не оказывается сегодня. Понимаете? Он не премиальный. А ещё несколько лет назад европейские политики вдруг решили, что евроэнергетика готова отказаться от сжигания угля, мазута и даже от использования атомных электростанций в пользу солнечной или ветряной энергии. Вот и сели в лужу. Благодарить за всё это европейцы должны вполне конкретного человека. Зам главы Еврокомиссии Франца Тиммерманса, курирующего энергетику. Вот его цитата. Я хочу предельно ясно высказать свою мысль. У ископаемого топлива нет будущего. И это также относится к ископаемому газу в долгосрочной перспективе. Будущее за безуглеродной электроэнергией и сектором декарбонизированного газа. Такие фантазии о будущем довольно сложно понять энергетически бедным европейцам, которые мёрзнут в своих домах сегодня. То, что предлагают Тиммерманс и другие, убивает средний класс Европы. Основу демократии, повышение цен, новые требования, из-за которых и стремительно растут цены, убивают его не только на востоке, но и на западе. С одной стороны находится здравый смысл, а с другой фантазии. Утопические фантазии убивают нас. В этом и заключается проблема цен на энергию. Когда встали ветряки Северного моря, а газ оказался дорогим, заместить эти энергоносители оказалось нечем, а газа на беже не оказался. Вот эти две ошибки, они соединились во времени, и получается, что не одни грабли ударили по голове Европейскому Союзу, а сразу одни и вторые грабли. Но эти грабли поставили у себя там в прихожей сами европейцы. И вот если ко всему этому добавить сокращение добычи газа в Европе, неполное заполнение подземных хранилищ за лето, то все это стечение обстоятельств привело к идеальному шторму на энергетическом рынке Европы. Немного цифр. Добыча газа в Европе за первое полугодие упала на 22,5 миллиарда кубометров. За год это 45 миллиардов кубометров. Заполнение ПХГ подземных газовых хранилищ в Европе сократилось на 18,5 миллиардов кубометров. США перенаправили из Европы в Азию и Латинскую Америку 9 миллиардов кубометров. И вот итог. В 2021 году дефицит природного газа в Европе составит 72 миллиарда кубометров при общем потреблении около 400 миллиардов кубометров в год. Это много. При чем здесь Россия? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия здесь вообще ни при чем. Вот Россия, в том числе Газпром, увеличила поставки на европейский рынок. Газпром в целом на 8,7 процента, а вообще так называемое дальнее зарубежье на 12 процентов, по-моему. Американцы из Ближнего Востока недопоставили 9 миллиардов, а Газпром увеличил на один этот с лишним. Ну, у меня слышат хорошо все или нет? Ну, не в этом зале я имею в виду, а так называемые заинтересованные лица. Вам сокращают кто-то там, а мы увеличивая. При этом президент Путин заверил, Россия может поставлять гораздо больше газа в Европу. Проект «Северный поток» задуман не сегодня и даже не вчера именно для этого. Уже сейчас первая труба «Северного потока-2» заполнена газом. Поставки можно начать хоть сейчас. К декабрю будет заполнена вторая труба. В общем объеме это 55 миллиардов кубических метров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке по нашим подсчетам составит 70, но 55 – это прилично. Это прилично. Как только труба будет заполнена, вторая, и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки. Но готов ли ЕС получить российский газ в полном объеме и не заморозить зимой своих так называемых энергетически бедных граждан – большой вопрос. Абсурдные директивы, написанные европейскими чиновниками, ничего не смыслящими в энергетике, а также окрики из-за океана пока никто не отменял. Павел Пчелкин, Ирина Близнюк, Вероника Илученкова и Арсений Байбулов. Первый канал.